В окружном центре состоялся научно-практический форум «Нефтяная столица». В Хантамансийск съехались нефтяники со всей России и нефтедобывающих стран мира. Научно-практический форум – это возможность обмена опытом для молодых специалистов, учёных и руководителей крупнейших нефтегазовых компаний. Об итогах второго международного молодёжного форума и о том, как современные цифровые технологии могут изменить нефтегазовую отрасль, смотрите подробнее в нашем спецзадании. Форум открыл пленарное заседание. Лучшие российские и зарубежные нефтяники обозначили основные задачи, которые предстоит решить в этом году. В недрах Западной Сибири сосредоточено 60% остаточных извлекаемых запасов нефти России. 30% из них – трудноизвлекаемые. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, именно трудноизвлекаемые запасы – будущее российской нефтяной отрасли. А решение этой задачи – за молодыми учёными и инженерами. Югра как центр компетенции в нефтегазовой отрасли заинтересована в создании условий для непрерывного образования специалистов. В этом процессе мы делаем ставку на золотую связку образования, наука, производства. Её точечная настройка под рынок – стратегическая задача, которая требует критерия эффективности на основе международных стандартов. В скором времени Югра станет опорным регионом для подготовки кадров в нефтяной отрасли. Кадры решают всё. Эта крылатая фраза как никогда актуальна для нефтегазовой промышленности Югры. Эта отрасль каждый год ставит новые задачи и вызовы перед добывающими компаниями. Например, разработка трудноизвлекаемых запасов нефти или увеличение объёма добычи. Для всего этого нужны толковые специалисты. Теперь новое поколение нефтяников будут воспитывать в Югре. В нашем округе создадут международный центр компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Соответствующее соглашение подписали на форуме «Нефтяная столица» в Хантамансийске. Это помощь молодёжи быть образованнее, больше ездить, больше смотреть, больше контактировать. И дать возможность за счёт этого получить новый импульс развития регионов. Потому что без кадров, без профессионализма нам не поднять регионы. Статистика показывает, что сегодня наша производительность в системе добывающем секторе составляет 40% по сравнению с аналогами. Вы представляете, какой потенциал, если мы повысим производительность и качество наших кадров по управлению, хотя бы на 2-3%. Это миллиарды, а это деньги, которые реально пойдут по благо того народа, который сегодня живёт, в том числе и здесь, в регионе. На базе центра займутся улучшением качества высшего профильного образования. В этом процессе регион делает ставку на золотую связку – образование, наука, производство. Эти элементы должны работать в комплексе. Кроме того, в центре разработают систему оценки профессионализма нефтяников. Также на площадке сосредоточат лучшие российские и мировые практики по развитию минерально-сырьевого комплекса. Именно поэтому в ЮГРУ будут стекаться кадры со всей страны. Мы настаивали, как регион, на этом решении и предлагали свои возможности для того, чтобы создать, вот то, о чём мы говорим, да, задача у нас с вами какая, чтобы создать возможности для выбора у молодого человека, прежде всего, он должен быть всегда. Именно поэтому мы и создаём площадку, которая даст возможность этот выбор делать осознанно и конкурентно. В рамках научно-практического форума работала специализированная выставка инновационных проектов в области топливно-энергетического комплекса. Участники выставки с помощью 3D-очков могли уже сейчас переместиться на месторождение, чтобы попробовать управлять нефтяными агрегатами. Мы решили сделать виртуальный тур, во-первых, по Южно-Преопскому месторождению, самому крупному нашему месторождению, чтобы любой человек смог, не выезжая за пределы города, побывать на месторождении и посмотреть своими глазами путь нефти. При этом мы финализируем точку нашего тура в нашем инновационном центре управления добычей, из которого сегодня идёт непосредственно управление всеми производственными процессами. Наша компания первая в России запустила цифровой двойник месторождения с применением искусственного интеллекта. И всё управление этими процессами происходит непосредственно из офиса далеко за пределами города, когда месторождение не находится. А разработчики из Тюменского индустриального университета представили усовершенственную шиберную задвижку. Эта разработка может закрываться всего за один оборот, в то время как аналоги, используемые сегодня на производстве, делают это за 2,5 поворота рычага. С уникальным механизмом, запатентованным, который позволяет открывать и закрывать эту задвижку всего лишь за одну секунду. Могу продемонстрировать. То есть буквально. Открыто. Закрыто. В отличие от тех же клиновых задвижек, которые надо крутить 20-30 секунд, здесь всего лишь одна секунда. В экстренной ситуации прям спасает. В экстремальных ситуациях возможность быстро и легко перекрыть турбопровод действительно спасает. При помощи данной задвижки можно предотвратить разливы нефти. Кроме того, усовершенствованная конструкция проще и экономичнее в эксплуатации. И, как уточняют молодые конструкторы, не боится низких температур, что особенно актуально в условиях Севера. Центр рационального недропользования имени Шпильмана представил на выставке образцы шлифов, добытых в нашем округе. Это сбор общей информации по нашему округу. Как бы вообще информация – это достаточно важный аспект такой. Еще Винсент Черчилль говорит, что те, кто имеет информацию и имеет правильное воспользоваться, те имеют ключ к миру. Поэтому это на самом деле ключ от наших полезных ископаемых. Главным событием второго дня Международного молодежного форума «Нефтяная столица» стал разговор о перспективных технологических решениях в добывающей сфере. Необходимо вновь увеличить объем добычи черного золота в Югре. Сейчас нефтяники возлагают большую надежду на месторождение Баженовской свиты. По оценкам геологов, в ее недрах кроется еще как минимум 5 миллиардов тонн черного золота. На сегодняшний день мы посчитали, что из трудноизвлекаемых запасов извлечено всего менее 10% общей добычи, а из Баженовской свиты менее 1%. То есть вот эта перспектива, наше будущее, это уже не второе рождение, это третье рождение нефти Ханты-Мансийского автономного округа, и мы на это нацелены. Экспертная группа обсудила проблемы развития и применения технологий, а также комплекс решений в строительстве нефтегазодобывающих объектов. Особое внимание специалисты уделили перспективам проекта Бажен. Разработка Бажена, она сопоставима, а может быть даже и превосходит масштабы сланцевой революции, которую мы наблюдали в Соединенных Штатах, в нулевых. И вот сейчас это все продолжается активно. У нас очень положительный и оптимистичный настрой. Есть определенные технические сложности, есть разница в геологическом строении, с тем, что есть у нас, и с тем, с чем работают в Соединенных Штатах. Но в целом мы находим для себя в этом очень большую перспективу. Также эффективно решается вопрос по реализации главной задачи Центра Бажен. Дать импульс развития всей нефтегазовой отрасли России и стать базовой площадкой для реализации самых передовых отечественных идей в промышленности. 3 декабря 2018 года Центр Бажен получил так называемую углеводородную лицензию и приступил к добыче нефти. К 2024 году Центр планирует завершить финальную фазу опытно-промышленной разработки, а к 2025 выйти на полную промышленную мощность. Также в рамках научно-практического форума состоялась конференция молодых ученых и специалистов технологии будущего нефтедобывающих регионов. Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов в области нефтегазовых, промышленных, строительных, информационных, биомедицинских и других технологий, а также объединение усилий ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки. Студентка Санкт-Петербургского горного университета Анна Турушева представила свой проект о повышении энергоэффективности установок посредством применения попутного нефтяного газа. Дело в том, что сейчас многие месторождения находятся вдали от действующих инфраструктур, и для них как раз актуальны две проблемы – это обеспечение электроэнергии потребителей, а также утилизация попутного нефтяного газа. Данное решение позволяет в комплексе решить данный вопрос и обеспечить потребителей напряжением заданной частоты, заданным качеством электроэнергии, отказаться от действующих систем электроснабжения, а также утилизировать попутный нефтяной газ в соответствии с нормами государственного стандарта, который у нас регламентирован. Студентов из Югры пригласили выехать на практику в сирийскую провинцию Хомс. В рамках форума «Нефтяная столица» прошла рабочая встреча с делегацией Сирийской Арабской Республики. Представители провинции Хомс высоко оценили уровень научных разработок молодых специалистов и совсем не против обмена опытом в данном направлении. Мы услышали об науке, новые науки, это было очень болезненно для нас в Сирии, эксперименты и эти люди, которые рассказали о нефте и газе. Мы, конечно, в Сирию надеемся, чтобы эти люди приезжали к нам. В конце августа, начале сентября, в провинции Хомс запланировано проведение выставки инновационных проектов молодых изобретателей. В этой связи Махмуд Хадид пригласил делегацию из Хантамансийского автономного округа к участию в этом крупном международном мероприятии. Второй международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» завершил свою работу в Хантамансийске. В ходе церемонии закрытия форума состоялось награждение победителей конкурса инновационных проектов. Так, в направлении нефтегазовой технологии второго места удостойна участница конкурса из Санкт-Петербургского горного университета Александра Кузнецова за доклад технологии увеличения извлечения нефти из низкопроницаемых коллекторов. Мне было бы интересно, если бы это получило внедрение, то есть только зависит от компании, захотят ли они попробовать это. Форум посетили свыше тысячи человек из 16 стран мира. Было презентовано более 60 инновационных проектов, около 90 научных докладов. У всех участников и экспертов форум оставил после себя лишь самое приятное впечатление. Я, прежде всего, хотел бы сказать руководству в Югре огромное спасибо. Спасибо за такую уникальную площадку, которая объединяет не только молодых специалистов, но и опытнейшие, конторовые люди, которые вообще прожили, потратили всю жизнь только на развитие нефтяной отрасли. Есть изменения, есть улучшения. Сегодня на этом форуме тематики делают именно оценки на новые условия, что необходимо для развития нашей нефтяной отрасли. Речь идет о кадровом вопросе. Должна быть хорошая подготовка специалистов. Речь идет о внедрении новой технологии. Речь идет о объединении всех усилий компетентных для того, чтобы поднимать эту отрасль. Итоги первого форума показали, что проекты оказались востребованы. В прошлом году отдельные проекты-победители были задействованы в производстве. Организаторы отмечают, что второй научно-практический форум отличается большей практичностью проектов. Проекты более приземленные. То есть если на первом форуме были проекты более на стадии идеи, на стадии формирования, то сейчас проекты уже частично реализованы в производстве или на стадии реализации. И очень много уже запатентованного оборудования и запатентованных инновационных вот этих идей. Поэтому это, наверное, есть отличительная особенность. То есть уровень уже подрастает. Такая молодежная дискуссионная площадка крайне необходима. Ведь за этими, пока еще начинающими свой путь специалистами, студентами и аспирантами, будущее отрасли, будущее экономики, будущее России и ее прорывное развитие за молодым поколением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова